Господь может говорить через кого угодно, и через старших, и через младших, и через средних, и через материалистов даже. Поэтому это-то мы должны принять. Но менять человека и делать ему замечание может тот, кто за него несет ответственность. Конечно же, это может быть гуру, которого мы приняли и дали ему право нас менять, или же представитель гуру, которого гуру назначил нас менять. Это значит наше руководство, духовное руководство, административное руководство. Например, если административный лидер Ятры говорит о том, что мы не так что-то делаем, что это аппаратха, что это неправильно, или так далее. То есть делает нам определенные замечания, мы должны это принять как слова Господа. Но старший преданный, который не несет ответственности за другого преданного, если он не является его наставником, он не должен настаивать на том, что он что-то не так делает. Это нарушение этикета. Иначе было бы... Представляете себе, какой хаос наступил бы, если каждый взрослый человек считал бы себя, так сказать, обязанным менять чужого сына или ругать чужого сына. Если мы видим чего-то, какого-то ребенка, да, это еще не дает мне права ругаться на него, если он что-то не так делает. То есть я не... я не уполномочен его менять. Его должен менять его отец. А я могу только обратиться к его отцу с просьбой его изменить. Да? Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс. Составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги. И первым оказался Балберис. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс. Там распространяется огромное количество книг. Только баговый гид около 7 тысяч уже люди выкупили за полтора года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддержим низкую стоимость на Валберис, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!